Главное дело, что наша сторона была обрывистая и высота метров 10 высотой к реке. А их сторона как пляж, понимаешь? И аж до самого горизонта. Ну и вот они едут и едут, уже скопляются. Уже ж война окончилась, это 9 мая, это в июле. Я говорю, стрелянный волк, это не похоже на учения или маневры. И дня три они скоплялись. А потом, значит, утром, как открыли огонь по нас, уже у нас и потери. Я с Берлином спрашиваю радиста, кто там из командующих есть. Вот генерал-лейтенант Телегин, дай трубку ему. Ну, а у меня наушники, а полковнику отдал трубку. И вот я же слышу ихний разговор. И он, обстановку, расскажи обстановку, какая обстановка. Ну, а тут взрывы и, это, в трубку-то слышно, правда взрывы. Он рассказал, так и так, что ведут обстрел по нас, американцы. Что будем делать, спрашивает полковник. Он, дай подумать. Ну, недолго думал, может, секунд, 20, ну, полминуты самое большое. Вот, а потом слышал трубку. Так, там он назвал имя, отчество, они же знают другого полковника. Вот, беру всю ответственность на себя, командование этим инцидентом. Вот, беру ответственность на себя, открыть огонь со всех видов оружия, час обстрела, не жалея снарядов, скорострельник, как загремело. Ну, представь себе, ведь война кончилась, боеприпасы все целые. Вот, как открыли огонь, и у нас тут дышать нечем от порохового этого дыма. А там вообще перепахали, ну, воронка на воронке, там ничего не осталось, как К-700 проехал, пропахал своим 12-лемешным плугом. Вот, час кончился, вот, утихло, осела эта пыль, вот, это дым пороховой. И смотрим, я в бинокль посмотрел, чистота и порядок, как будто там кто косой прошел, прокосил. Потом смотрим, едут два доджика с белыми флагами, парламентеры. Оказывается то, что, там, может, даже и Рузбельт не знал, а там какой-то генерал, вот, решили попробовать силу русской армии. Понимаешь, что, мол, 4 года россияне провоевали, они ослабли, вот, они, у них нет ничего, туда-сюда. Да, ну, и вот, в таком духе, понимаешь, попробовать нашу силу. Ну, и попробовали, что, там, наверное, дивизии 3 уложили на этом берегу. Вот, и попробовали. Синявинские высоты, Синяна-1, Синяна-2, Синяна-3, вот, Синявинские высоты, вот, это самое, это вот местность, это район Синявинских высот. Ну, и вот, попозли мы. Туда метров за 15, за 20, лыжи оставили, вот, и потом, значит, с криками «Ура!», подняли стрельбу, это же... А боеприпас какой у нас был, комплект? 15-16 гранат в весь мешке, 300 патронов прям насыпи в весь мешке, 2 диска к автомату, и один в этом, в автомате. Ну, и вот, значит, вперёд, на мины ордена потом. И первую линию мы как-то часа за два взяли, а оттуда, у него тройная линия обороны была. Со второй, как попёрли, ой, а у нас всё меньше, 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 боеприпаса меньше. Мы уже хватаем, свой кончился, скажем, диск, хватаешь немецкий, потому что мы по трупам топтались, ты понимаешь? И наши гибли, и вот, и ихний, ну, ихний больше там, потому что мы напали внезапно. Я был в разведке, 6 человек было в разведке, и вот почти я и один остался, и вот как он за нами, как давай обстреливать с артиллерией, понимаешь? 6 человека он по нас, давай шмалять с артиллерией. И как шарахнуло, и взрывной волной меня отбросило, и землёй засыпало, ты понимаешь? А что такое взрывная волна? Она из человека делает просто мешок с костями, ты понимаешь? Уже человек не то, что там шок там, а вообще получается. Ну и с меня так получилось. И вот ногу вывернуло, голову пробило, вот. Ну и идёт эта трофейная похоронная команда, раненых там, убитых собирает. Ну и меня достали. И я фактически был почти неживой, но сердце ещё билось. И вот в госпиталь. 8 суток был без сознания, понимаешь? Вот, и пока я очухался, вот, и сам я же не мог ни двигаться, ничего. И долго, и был слепой, и глухой. Потом постепенно, уже месяца через два, стало возвращаться зрение, слух. А уже через 4 месяца я уже, как тебе сказать, полностью окреп. И опять на фронт. Ну и когда сообщили, там же с 300, что Германия капитулировала, всё, война кончилась. А я-то с наушниками сидел, как раз дом четырёхэтажный, вот, сидел. И, как услышал, победа. Вот, а там, по-моему, не то майор там сообщал эти данные, что капитулировала и победа. Я, как выскочил с автомата, трэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ. Все, как повыскакали, в чём дело? Я говорю, кончилась война, победа. О, как подняли стрельбу. Многие думали, что какое-то нападение немцев. Вот так это и победа.